Приехал в парк Хаяк, какой-то чувак. Сидит из него брахман на пляже. Здесь человек охранник. На этот выезд наезд, знаешь, с парк Хаяк. Какие богаты, если не трехпутингов. Он говорит, что это такое может означать? У них есть такой как Алексий, этот Кирилл, он говорит, ты что смешная? Какой Алексий? Какой Кирилл? Брахман в любой деревне может быть, правильно или нет? Гуру, Моша, Сарибаба, какой там Алексий? Это смешная тема. Я с этой же читал книжку, сейчас я тебе покажу, очень интересно. Ты же сказал, это из индийской фразы. Написано на висотских фразах, что в прошлой религии придумали индусы. В этой фразе, по крайней мере, Гэш, в этой религии вообще никто не придумал. Ты чай заказал на нас? Да. Это такая религия. Здесь нет никаких канонов, понимаешь? Здесь нет никаких книг. Читают они все подряд. Ты знаешь, я вот даже в свою передачу интересную, тоже не знаю. Ты знал такую вещь, что вот эти мантры, вот эти на сенскрите, ученые пробовали перевести, что они читают. Они вообще никто не по себе, они того, что они не несут. Никакой информации. Я, например, так тебе скажу, это будет его мантра. Это все равно ступени птиц. Понимаешь? Ну какая у них тема? А что они означают, ничего не знают у них. А как они изучают эти мантры, они передаются из поколения в поколение. Отец его научил, он такой, вот он будет эту мантру читать, и ты не поймешь там. Вообще никакого смысла нет. Вот это прикольная религия. Вот это мне понравится. Вот это индивидия. У нас тоже самое, у нас тоже самое воронок, честно скажешь. Хорошо, давай, созовися. У меня хотят интервью здесь, ребята у меня тут. У меня есть такие вот фейсбуки. В послед фейсбуке там Максим Монаков. Можешь посмотреть. Набери мой Максим Монаков. Гуау, там он много интервью дает. Очень интересный такой парень. Мне будет интересно, кстати, Герман, если он познакомился. Он не пропустит ровесину. Так что, нет, посмотрим больше. Давай, все. Всем привет, с вами Макс. И это мой новый ВИТОС. Сегодня я вас познакомлю с очень интересным человеком. Человеком-то, Саша Чайка. Здрасьте, ребята. Всем привет, друзья. Все мои, кто ездил со мной на экскурсии. Люди просто, которых я знаю, которых не хочу познакомиться. Всем привет и большое уважение. С РАУПЭС. У нас говорили так, где в саду мы когда собирались. С РАУПЭС на КПРС. То есть это был такой знак, который означал протест. И этот знак протеста был такой вот довольно-таки очень интересный. Потому что в Советский Союз, вы знаете, нельзя было никаких делать высказываний против коммунистической партии. Ну, поскольку мы хотели свободы, жили. И вот наконец-то можно сказать, сейчас мы тоже находимся с вами в свободной стране, в маленьком штате, который носит название ГУА. Говорить можно все, что угодно. Так что давайте за вот такое, за маленькое выступление. Дорогие зрители, сейчас тоже внесу свою лепту. Где-то года три назад познакомился я с Сашей Чайкой. Саша Чайка был в восторге от ГУА. Говорил, тут деньги лежат просто под ногами. Надо просто догнуться, взять их и все. Вот прошло три года, интересно узнать. А Саня до сих пор здесь. Ее практически все тут знают. И вот хочется спросить Саня, как ты сейчас думаешь, как ГУА заработать? Не, ну вообще-то, ребят, честно скажу, что опять же, ленивые интуицы не хотят ничего делать. Деньги можно заработать, но очень трудно, потому что я вот уже на своем опыте понял. Тяжело что-то пробить, какое-то начинание. Например, я хотел поставить детский батут, столкнулся с тем, что это практически нереально, потому что надо сделать очень много разрешений, всяких справок, всяких дозволов, так называемых. Я немножко по-украински, потому что я как бы сам со Львова, и вот, может, вставляю какие-то украинские слова в своем интервью. И вот, значит, ну все равно, страна хорошая, отношения добрые, хотя за эти три года я столкнулся с людьми, которые пытались меня обмануть, кое-что сделать. Есть такая маленькая притча, вам сейчас расскажу ее. Вот лежит индус под деревом и ничего не делает под кокосом. Подходит к нему англичанин и спрашивает у него, слушай, а что ты тут лежишь под кокосом? Он говорит, ну лежу себе, хочу и лежу. А что надо делать? Да слазил бы на кокос, нарвал бы там кокосов. Он говорит, и дальше что? Дальше бы взял себе другого индуса, вдвоем бы слазили, и нарвали себе еще бы больше кокосов. Опять же, он говорит, а дальше что? А дальше бы взяли целую бригаду, ты бы организовал бизнес, бы все лазили с этими кокосами, тут бы рвали, тут бы продавали, ты бы все это дело контролировал, ничего бы сам не делал и лежал под кокосом. Он говорит, слушай, парень, зачем мне это все надо? Я и так лежу под кокосом, зачем мне это надо организовать бизнес? И вот такая история здесь повсюду. У меня товарищ с Киева открывал здесь ресторан Васагао. Ты помнишь, мы туда заезжали тогда? Балонь? Да, ресторан Балонь. Так он должен был его открыть в ноябре месяце, потом к Новому году. В итоге он его открыл только в начало февраля, поменяв шесть бригад строителей. Что такое построить этот шеф? У нас бы в Закарпатье приехали рабочие, и за неделю бы его построить. Еще, Саня, вот хотел что узнать. Значит, кто отдыхает по туристическим визам, кто-то пытается получить бизнес визы, кто-то какие-то... Я знаю каким-то чудом. И в этом году вообще удалось получить не то, что бизнес визы, но рабочие. Вот многие сотрудники туркомпании, официально сотрудничной компании, не могут получить рабочую идею. Все просто дают бизнес. Саня в этом году. Как получилось? Вот я вам что-то в интересной истории. Ну это страна, опять же, страна загадок, страна какого-то волшебства. У меня была знакомая девушка, я с ней познакомился в прошлом году на Шри-Ланке, которой в прошлом году на Шри-Ланке, позапрошлом году точнее, не открыли визу. А перед этим, тем же ее соотечественникам, соотечественникам эту визу открывали спокойно. Когда она пришла в посольство и спросила, почему вот мне не открыли визу? Знаете, какой был ответ? Ответ был очень смешной. Ей сказали, а им просто повезло. Им тебе не повезло, а им повезло. То есть вот такая ситуация. Так же и днем, можно сказать. Мне просто повезло, потому что, когда мы были на приеме индийского консула, он хотел нам сначала открыть визу на три месяца. Мы, естественно, возмутились. Как на три месяца? Что тут можно сделать за три месяца? То есть и не поработаешь, и не проведешь даже какое количество искусств, которые ты запланировал. Когда мы попросили его, давайте хотя бы на полгода. На что консул ответил, нет, давайте, ребят, хоть на четыре пока. На четыре я вам открою, больше нет. Тогда мы попросили его, но хотя бы на пять. То есть была торговля, как на индийском базаре, с индийским консулом. И индийский консул нам открыл визу спокойно на пять месяцев. Сказал, хорошо, давайте на пять. Гоа – это штат Старый Хипр. Когда-то они были молодые, ясные все старые. В Советском Союзе хиппи тоже были, поэтому была такая редкость, что… причем хиппи советские, они были где-то всегда на окраине. Вот Украина, ее западная часть, город Львов, там, кстати, была целая такая коммуна, ну, коммуна, не коммуна, бригада, не бригада хиппи. Саша Чайка, он как раз из города Львов. Он является тем самым представителем тех самых начальников хиппи, которые начались 50-х, были хипповыми ребятами в Советском Союзе. Да, ребята. Скажи, как это вообще? Так получилось, просто попал я, вот родился в таком европейском городе, близко к кольской границе. И вот интересное было, как бы, движение началось в 70-х годах, что хиппи, вот в 72-м году в Гуа началось движение хиппи. У нас же в Советском Союзе это началось чуть позднее, где-то в 74-м году. Был такой шокирующий случай в Советском Союзе. В 72-м году Рома Свалента, парень из Каунаса, знак протеста, облил себя бензином и сжег перед обкомом партии. Его, естественно, не могли его спасти. Он лежал в реанимации до утра. Представляешь, его не спасли. То есть тайком его похоронили. Все-таки был Советский Союз, было ПГБ, это все случай замалчивали. Приехали хиппи со всего бывшего Советского Союза. То есть из Уфы были люди, из Москвы, из Львова, из Белоруссии, из Гродно. Но эту демонстрацию хиппи, которая приехала на похороны этого Рома Свалента, была разогнана эта демонстрация. КГБ это все дело замолчало. И в итоге все это покрылось мраком. Но вот у нас во Львове, в частности, было два сейшна. В 74-м году и в 76-м году. Два сейшна, причем на один из сейшнов приходил сам Юрий Шусьчук. Он тогда хипповал, солист группы ДДТ. Когда был концерт два года назад во Львове, он выступал, ему подарили альманах, который у нас во Львове издается, хиппи во Львове. Уже вышло два тома, сейчас издается третий. Третий том будет хиппи во Львове. И Юрий Шусьчук рассказывал, как он автостопом в 76-м году. Представляете, из Уфы, он жил тогда в Уфе, не молодым парнем, там сколько ему, 18 лет было, он добирался автостопом, добирался во Львов. Представляете, у него были длинные волосы, до колен. То есть, вот такие вот были времена. Кто хочет больше узнать про советских хиппи, посмотрите обязательно фильм, который называется «Дом солнца», который снял Юрий Шусьчук. Очень интересно. Юрий, извините, Юрий Шусьчук приходил во Львов, а этот фильм снял «Гарик Сукачев». Гарик Сукачев, фильм «Гарик Сукачев». Ты помнишь этого человека? Ну и посмотри, если ты не видел «Дом солнца», это отличный фильм про советских хиппи. Как в Москве разгоняли на 1 июня демонстрацию, как вот хиппи отдыхали. Мы во Львове, у нас группа такая была, называлась она «Супервуйки». И эта группа объединяла его в своих хиппи. И вот, значит, мы ездили в Бурзу, с ней нас выгоняли оттуда. Спасибо. Ну и вот собирались всевозможные сейшни проводили во Львове. И сейчас много у нас, у меня много друзей еще из бывших хиппи. Кстати, Алик Олисевич, привет. Здравствуйте. Джубок, Лэмку, всем друзьям. Это мой родной город. А что касается Гуа, конечно, если бы у нас не было Советского Союза, я бы уже, наверное, с первой волной хиппи в 1975 году уже был в Гуа. Так вот Клео Отзер, который Вася Караваев написал книгу, перевел впервые на русский язык, «Гуанские фрити» или «Моя хиппи-молодость в Индии». И вот, значит, по совету Васи я купил альбом. Вот вам покажу пару фотографий с местными хиппи. Да, да, выберите. И вот смотрите, ребят, вот этот альбом, я, в общем, я готов с ним спать, да. В общем, покажи фотографии. Готов спать с этим альбомом, потому что здесь такие фотографии, это вообще, это такое время, это просто полистай чуть-чуть. Ребятам, посмотри, потому что это, как бы, моя молодость. И я так думаю, что мысленно с этими ребятами, которые приехали в Гуа в 70-х годах. Кстати, ходил бесплатный автобус из Амстердама. Фирма называлась Sunshine Bus. И автобус осуществлял рейс Амстердам-Калангут. Как вы думаете, сколько продолжалось путешествие на этом автобусе? Не буду вас томить загадками. Этот автобус находился в пути три месяца. В 71-м году он первый автобус выехал из Амстердама. И ходил он до 76-го года. Маршрут у него составлял, ну и поняли, что такое хиппи. Значит, маршрут этого автобуса был такой. Амстердам, Афины, Турция, Иран, Афганистан, Пакистан и Индия. Представляете, за три месяца пути люди очень дружили между собой, приезжали сюда. И в Аджуни была первая община хиппи. То есть, Хлео Отзир, автор этой книги, когда приехала первый раз сюда, у нее в кармане было только лишь 200 долларов. За 7 долларов в месяц она снимала за Аджуни целый дом. Вот такая вот история. Саша, а вот откуда у тебя появилась где при Укеке Гуа, где начать эту работу? Ну, я знал про Гуа, я читал много про это волшебное место, знал, что тут были первые хиппи, а поскольку я в душе хиппи, и мне вот захотелось что-то в жизни поменять. Я приехал сюда, у меня был золотой крестик, который я поменял на вот знак по цвете. который этот знак хиппи и знак обозначает полное непротивление злу. Непротивление злу, знак свободы, знак, я бы не сказал вседозволенности, но знак того, что человек рожден на земле свободным, и он должен делать что хочет. Вот поэтому я выбрал это место, потому что ни в одной стране мира и вот так вот в свободном таком образе жизни, в таком ритме, как Гуа, вы просто не отдохнете. А почему ты начал работать в Гуа? Ну потому что это маленькая предыстория, потому что я не знал куда ехать. Надо было куда-то ехать зимовать, я выбирал между, я хотел в Юго-Восточную Азию, потому что Европа естественно дорогая, Европа не стоит где-то запрестнуться, выбирал между Камбоджей, Таиландом, Вьетнамом и Гуа. Остановился в принципе Камбоджия и Гуа, но штат этот маленький Индии меня пересилил это вот убеждение, что надо ехать сюда. Почему? Я читал в интернете, что сюда можно приехать без знания английского языка, без денег и не пропасть. Так оно и оказалось. Приехав сюда, в начале, когда я сюда должен был куплен билет, сдана квартира, я просыпался по утрам в холодном поту, не понимая куда я еду, что я буду делать, чем буду заниматься. Но когда приехал сюда, увидел доброжелательность индусов, увидел, что деньги прямо лежат на песке, можно только уметь их поднять. Мне было скучно, я начал придумывать экскурсию. Насколько я когда-то в молодости тоже был хиппи, я придумал авторскую экскурсию, которая называется «По местам хиппи». Очень интересная экскурсия, которую я называю еще «Последнее пристануще хиппи». С посещением Баньяна Джона Леннона в Арамболе. Очень красивое место, пунктовое, где сидит монах Садху по имени Гулина, где собираются такие люди прикрикованные, общаются между собой, ну, немножко отдыхают, можно так сказать. и место паломничества очень многих северян. Северян – люди, которые живут в Арамболе. Ну, как бы воля и судьбы мне занесло на юж Гуа. В принципе, об этом я не жалею, потому что здесь много людей, которые не представляют. А я вам скажу, ребята, что отличие между южным Гуа и северным – это все равно, что две разные страны. То есть, огромная, огромная разница. И кто, например, отдыхает на юге, побывав на севере, многие говорят, что все, юг для них умирает, только надо в север, в следующий раз приезжать. А есть люди, которые, наоборот, посмотрев северный Гуа, с удовольствием говорят, хорошо, что мы все-таки остановились на юге, потому что это отдых не для нас. Кто любит движ, кто любит тусовку, кто любит праздничные дискотеки, кто любит какие-то танцы прямо на берегу моря через костры, кто любит шоу барабанщиков, тому добро пожаловать в Арамболь, Мандрим, Ашвим, Морджим. А кто любит спокойный отдых, очень большие широкие пляжи, мало людей и вкусную рыбу покушать на берегу моря, тому добро пожаловать на юг Гуа. То есть для каждого человека с разными спинцами в этом чудесном уголке найдется обязательно место, которое им не будет подушить. все знают, что в Гуа в сезон здесь много народу, а в сезон дожди все разъезжают. Кто куда? За новыми визами, кто в Непал, на Шри-Ланку, то в Таиланд, то в Храмбоджу, а кто в Гуи, в Гималайи. И вот я знаю, что Саша в прошлом году, когда уже вот-вот настанет сезон дождей, Саша со своим другом, просвещенным Брахманом Бобой, который сидит под деревом боняном в Арамболе, они вдвоем, и втроем еще с кем-то пустились в путешествие в Гималайи. Саша, расскажи про это. Интересное было путешествие, есть что вспомнить, даже мой сын написал, у него журнал, он издает в интернете, журнал называется Пробуждение, можете набрать, журнал о психологии, религии и искусстве. И он написал, я написал такие гималайские дневники, два очерка, кстати, о которых, о своих путешествиях. Ну вкратце вам расскажу, очень интересная была поездка до Дели, с Бобой, тоже очень интересным человеком, который не сумел купить мы ехали в классе 2 IC, а в Индии, вы знаете, все поезда делятся на 5 классов. Первый класс, естественно, очень хороший, второй тоже очень хороший, третий уже похуже, есть слипер класс, то есть, такой самый, можно сказать, спартанский, но не дай Бог, кому-нибудь из вас попасть в дженерал класс. Дженерал класс – это вагоны, где продают билеты без мест. И даже Боба, человек, который 43 года провел в джунглях, выдержал только в вагоне дженерал класса 3 часа. Это избежало, потому что, представляете, 45-ти градусная жара, в вагоне 500-700 человек, все друг друга на головах сидят и в таком положении как-то надо доехать. А дорога-то не такая довольно длинная, 36 часов, поезд идет из Маргалда. Ну, такая маленькая была у нас зарисовочная дорога. Потом приехали, посмотрели пару исторических мест и отправились, конечно, на это чудесное место под названием Гималайс-Гималай-горы. Остановились вначале в Манале, потом переехали в Ашишт, где шикарные источники подземные, где очень хорошая публика, очень хорошее отношение к людям, где живут суровые люди, довольно-таки, в очень трудных климатических условиях. Попали мы из температуры плюс 55 в Дели, в Ашиште было ночью 0-2, а вечером, естественно, днем, естественно, было потеплее немножко, 22-25 градусов. Но самое интересное, что начало лета, 1 июня я встретил на перевале Ратанг, 4000 метров высота, 18 градусов мороза, 10-ти метровые сугробы, то есть очень интересный контраст. Представляете, какая страна Индия, что на Новый год ты можешь попасть в океане, загорать, а лето ты можешь встречать с ним при огромной температуре минусомой. Вот такая вот интересная тут ситуация. Ну, побывали мы в очень многих красивых местах, был я в доме музея Рериха, видел его место Самадухи, где он медитировал, где он по завещанию сказал развеять свой прах, прах, когда он умер. В 48 году он умер в этом, в Нагаре, возле своего дома. И прах его был развеян, значит, на месте медитации. Красивые очень места, река Беаза, заснеженные вершины, экологически чистая еда. Так что всем, кто любит горы, рекомендую обязательно летом побывать в индийском штате Химачал Прадеш. Или, например, вы не пожалеете, или Аутар Прадеш, штаб, где находится город тысячи ашрамов Решикеш, и город, где находится священный город Индии Харива. Кстати, очень интересно, он был строить в городе Решикеш, в городе тысячи ашрамов. У него удалось побывать на ашраме святого такого йогина по имени Маха Реши, у которого были как раз гостяк в 68 году, битва в полном составе. И они там писали свой белый альбом. Был написан это гениальное произведение. Но, к сожалению, индусы этот ашрам уже разрушили, то есть не поделили что-то местные с властями индусскими. И в ашраме очень большое запустение. Представляете, такое культовое место в Европе, где две недели жили битвы. Сейчас бы там был музей, там была куча паломников, куча всего. Здесь же там бегают обезьяны, все разрушено. И только маленькая картина в пещере. Как раз вот эта великолепная четверка из альбома Let it be. Какой-то местный художник нарисовал портреты этих великих результатов. Вот такое отношение к Индии. Индия опять же к европейской культуре. Не хотят индусы, чтобы приезжали европейцы, и это было место проема для европейцев. А в городе Решикеш тысячи ашрамов, которые действуют. Очень красивый парматный титан ашрам, там красивые картины про Кришну, про на Россию, про многих очень интересных богов, связанные с этими, с божественной тематикой. И в итоге там очень много паломников. Ну, паломники на самом деле индусы. Европейские тоже есть ашрамы, йоги, школы всевозможные в Решикеши, но больше всего, конечно, индусы. Вот такая вот Индия большая, необъятная страна. Ну что, Маш, можно я подведу итог? Давай. Друзья мои, всему вышесказанному сейчас я постараюсь подвести черты. У нас здесь, на южном Гуа, живет самый настоящий русский матерый хиппи, который имеет опыт проведения индивидуальных, тематических, эксклюзивных экскурсий, как по штату Гуа, так и по всей остальной Индии, потому что есть опыт личных путешествий даже по Ямалаям, не просто самому по себе, а с просвещенными индийскими людьми. Поэтому, если вы собираетесь посетить штат Гуа, то находите здесь Гуа Александра Чайку, записывайтесь к нему на экскурсии, а к нему на экскурсии люди встают в очередь, и вы узнаете то, чего никто не знает, и вы увидите то, что никто не видел. Ну а теперь, Саша, скажи, как тебе здесь Гуа, в Майкинии? Нет проблем, ребят, то есть, если на юге Гуа, ну я бываю в Полу, можно написать на мой email, на мой email адрес какой-то, наставить сообщение краткое, снизу, да, сделаем ссылку, то есть пишите на мой email, я живу в Полу, это недалеко от Маргао, можно будет забрать вас с любого места южного Гуа, если хотите с северного Гуа, то можно и с северного Гуа организовать маршрут, то есть, я думаю, вам понравится, и вы получите массу удовольствия в нашем эресурсе. Спасибо, спасибо всем за внимание. Звобода. Ну что, друзья, всем пока, с вами был Максим Молоков, и мой друг Саша в чайке, и мой батя. Сегодня мы сделали классное, веселое интервью, поболтали, без бумажки, просто разговор. Это было вот такое, первое видео, и сегодня... Макс, давай, сегодня реально жарко, и скоро я засниму новое видео, как я буду купаться в море, прямо сейчас закончится видео, и я пойду в море купаться. Отлично, спасибо. Всем пока.